всем привет с вами тренерская менеджерский штаб организации вины мы сегодня хотели бы вам кратко рассказать о том как собственно все начиналось когда состав только собрался когда мы заехали кем прошли на рмр ну и соответственно к чему это все очень давно на самом деле у меня не было буткемпа мы собрались по моему числа 12 наверно у нас был где-то неделя подготовку к рмр и все ребята с самого начала были мотивированы потому что я думаю то что все устали ждать когда он соберется команда мы сможем приступить к тренировкам поэтому сау начало буткемп проходил хорошо то есть рмр нам удался достаточно легко только первая игра была провалена но мне кажется из того что волновались но нормально настроились раз за второй матч был сложный матч против пиклы на оверпассе ну а дальше матч против овел сей трекет не такими сложными были достаточно верно мы победили поэтому буткемп прошло хорошо а после этого у нас был большой перерыв мы разъехались и начали тренироваться ну да после того как мы отобрались ребята сразу же были отключены домой ну и со соответственно мы начали решать проблемы связаны с визами потому что в текущих реалиях это наверное самое критичное что может случиться с командой это когда кто-то не получит поэтому это заняло слишком много времени на мой взгляд и мы собрались на буткемп недостаточно рано что тоже было достаточно негативно а ты как думаешь в день то что помешали визу или нет да конечно мы не больше помню числа по моему там тоже в районе 10 дней нам до наверно оставалось когда мы уже получили визу и приехали в районе 6 дней подготовку осталось это ну это мало то есть мы где-то смогли какие-то справки внести там как уже и стекла в одном из видео говорю что мы там поменяли дефенсы где-то поменяли роли быстро-быстро это все то что не хватало то есть золотая дыра но конечно хотелось бы больше и надеюсь в будущем у нас ситуация может изменится и будет легче это сделать ну все наверное проблема в том было что очень много официалок у нас было и почти каждый день мы играли и график такой что нужно было сделать перелет за этого не участвовали в одном из турниров и в принципе было сложно но не хочется как бы искать неправда не думаю то что многие команды попали в такую ситуацию современка если надо много играть но можно сказать что немножко была сумбурная подготовка потому что мы много играли официалок и могли раньше собраться на буткемп и я думаю то что да я согласен с тем что если было больше времени наверное могли более эффективно подготовиться эту базу больше заложить чтобы здесь было проще ну да это ни в коем случае не оправдание у вас свои мысли до время всегда решает но все-таки это профессиональный спорт когда-то залки было много у нас было ошибок который много чем работала из-за того что стены официалки времени меньше остается чтобы это все фиксит поэтому хотелось бы больше но это не очень не оправдать следующий раз будем подходить к этому большему конечно я думаю что все возможно со стороны сейчас такие обстоятельства что сложно да не больше не выдает виза россиянам в россии консульство закрыто и собственно единственная опция которая была это подаваться другую страну шенгена для того зоны шенгена чтобы сделать хоть какую-то визу и хоть как-то при к счастью нам удалось получить французские визы но это тоже сопровождалось определенными сложностями потому что для будущего успеха повторного получения визы пришлось залетать через францию через париж большая часть команды опять же летела через париж что тоже сожрала достаточно много времени в принципе вся логистика достаточно усложняется как только появляется еще одна точка на карте через которую вы обязаны ехать в конечном итоге все долетели что уже здорово и чудо в текущих реалиях хорошо что долетели сейчас сложно какие-то делать долгосрочные панны потому что все таки был важен турнир которому проиграли но у нас есть турниры которые сейчас идут есть супер важный есть сель челенджер которые необходимо хорошо отыграть то что мы сезонем заняли третье место и наверное будем долго вспоминать возможность которая была упущена эту возможность уже выпускать нельзя плюс участие во всех онлайн-турнирах которые на которые мы можем пройти для которых нас пригласят полу тренировок ну сейчас я думаю то что мы сделаем упор мы сначала естественно разберем наши ошибки ну мне кажется в первую очередь нам нужно разобраться в ментальной стороне проблемы потому что в плане подготовки как мне кажется и результаты на праках и на официалках были нормально и показывали что мы можем хорошо играть то тут мы как бы не выступили так как как хотелось бы наверное поэтому в первую очередь наверно будет анализ плюс она как там чтобы какой-то период прошел чтобы люди отпустили это пропустили все что произошло через себя и с новыми уже силами до основы мотивации конечно обидно выпускать последний мажор но впереди еще турниры скоро будет переход на кс-2 поэтому команда будет жить команда будет работать команда будет тренироваться я думаю что турнир показал всем нам что мы можем хорошо играть что если пофиксить определенные проблемы внутри нашей головы и чуть-чуть изменить отношения то в принципе все будет получаться поэтому сейчас я думаю то что немножко мы отдохнем может быть там день-два и после этого начнем уже тренироваться следующий мажор будет уже по кс-2 на данный момент то что мы ее особо-то и не смотрели не играли потому что у нас этот турнир был важный помимо него но на данный момент она сырая просто сама игра и также было и в скайс гол когда он только вышел был совершенно сырая там было много того что сейчас нет в принципе вообще и так же будет скайдо 1 до момент я считаю что не доработал и когда выйдет уже официальная версия стала бы другая потому что сейчас как раз убирает информацию там справа игроков вообще просто из тестеров и будут фиксит этот момент тоже поменяется из смоки останутся такие же понятное дело что поменяется до останутся ли эти смоки и вот вопрос это в принципе сейчас на данный момент непонятно то что если они пофиксит все нововведения там и по сути игра такая же плюс-минус вас там смоки молики на гранаты не может поменять уж смог можно хаешки давать его нет или пострелять там дырочка в принципе все это игра то принципе уметь уже не один раз играл по механикам грифу плюс-минус то что поэтому как скоро будет турнир и пока не сказали о том что ребят я вроде не верить это же информация что это про лига которого который же будет участвовать команды в этой пошли смолки про поиграли уже будет кс-2 и это будет август но опять кище загадывать нет смысла потому что правильно скалвали как-то сара играющего бетка то есть нужно время чтобы пофиксить все баги чтобы запускать и официально но как мне кажется ходу принципиально такого различия по крайней мере первое первое время не будет и мне кажется топ останется при принципе тем же то есть я играл в игру я не так много не играл честно но я не увидел такого что вот когда я включал 16 и последов включал сурс это было кого-то ты не знаю там до этого ты ездил там не знаю на машине в этот раз и прилетел там дельтаплайн условно говоря сейчас разница небольшая просто немножко другой движок вот там даты числе чувствуется в механике там стрельбе то такого что прям ты сел в какую-то новую игру играть нет то есть то же самое было договором с доты из доты 2 кстати могут появиться новые лица молодые игроки команды в любом мне кажется интересно ну как показывает турнир последний к с мажор да то есть фариты конечно же некоторые уже прошли многие фавориты сейчас мучаются естественно будущее за молодыми игроками и турник кого игроки на и команда на этих турнирах показывают уже что любой может выбить и любого и это очень хорошим хорошо потому что такая среда в которой зрители всегда будет интересно смотреть потому что если одна команда доминирует на это скучно смотреть мне кажется очень похожи на футбол и это не можете рад поэтому мы конечно думаю с энтузиазмом все ждем выхода новой игры и первое впечатление осталось хорошее сейчас сразу после турнира разлетаемся по домам соответственно ребята будут уже тренироваться из дома и играть ближайший турнир леса тоже из дома мы на самом деле ждем просто расписание вообще потому что ну со дня на день должно быть анонс когда начнутся уже турниры когда должна выйти какая-то версия сейчас я понимаю что если сельченджер на будучи какие-то ccc турниры которые происходят и какие-то могут еще турнирами салат из корта по поводу кого-то крупного турнира на 600 тысяч долларов поэтому сейчас мы сделаем максимум в любом случае сейчас на кс на эту кс да просто выбор гердоваться на кс и 2 поэтому сейчас мы будем тренироваться на кс и потом будет я же там переход которым нужно будет жёстко что-то менять понятно что может карты там изменится фишка смоками как сказал владик тоже как бы да нужно понять как она работает и как она может поменять мету но какого-то принципиально такого различия поэтому сейчас фокус на онлайн турниры еще был слух что будет какой-то лан турнир возможно белграде поэтому все ждем информации сейчас впереди вот не сельченджеры турниры сц и сц позовут конечно дай бог на это можно поставить точку в нашем сегодняшнем замечательном выпуске тренерско-менеджерским штабом спасибо всем кто болеет за нас спасибо всем кто приходит на трансляции тем кто пишет слова поддержки мы очень сильно ценим все это нам очень приятно будем стараться в будущем больше и больше показывать красивый контер-страйк и контер-страйк 2 вообще все что можем красивый эффективный спасибо 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 пока